Здравствуйте! У меня в руках вот такая вот толстенная книга, она называется «Генеральный план», по которому в ближайшие 20 лет Омск должен измениться. Если все, что здесь написано, да хотя бы часть того, что здесь написано, будет воплощено в жизнь, жить мы будем совсем в другом городе. А вот в каком, мы решили узнать от одного из авторов этого плана, гость нашей сегодняшней программы, Илья Сергеевич Бальцер, генеральный директор ООО «ЭТП ГРАД». Здравствуйте! Как всегда, мои коллеги Екатерина Шипилова, Мария Есенева рядом со мной. И мы хотим попытать вас, в хорошем смысле этого слова, узнать, что же и как будет изменяться Омск. Первоистоков. Этих планов, на моей памяти, создавалось невиданное количество. Почему потребовалось создать новый? В чем его отличие? Ну, наверное, невиданное все-таки количество, да? Последний генеральный план города создавался в 2007 году, коллега имени Зума, граждан проекта. На моей памяти, это как вчера. Хорошо, если так. Вот. Дело в том, что за это время произошло очень много изменений, как в мире, так и в нашей стране, поменялись экономические основы, поменялось очень сильно законодательство, поменялись цели развития городов. Сейчас у нас с вами есть уже больше стремление жить в комфортном городе, жить в городе открытом для людей, в городе, в который приятно выходить, а не просто бежать из дома на работу и обратно. Поэтому и те изменения, которые сейчас произошли, в том числе у нас в федеральном правительстве, в Конституции, даже не побоюсь этого слова, они потребовали изменения и городского плана развития. Ну, вот смотрите, вы совершенно верно заметили, первоначально города, ну, мы не будем седую древность брать, но даже российские, да, вот это вот циркумрадиальное распространение улиц, да, из-за того, что Кремль разрастался потом, когда начинается глобальное переселение с деревней, это вообще превращается в какой-то человейник, застраиваемый хаотически, как угодно. А некоторые города вообще создавались как придатки каким-то крупным предприятиям, которые сначала возводились, а потом появлялись там рядом города. Это были такие концепции, которые явно никому не нравились, и Омск, кстати, попадает в один из этих видов, как бы не в один из двух, да, сразу одновременно получается. Но это уже наслоение веков. У нас только один центр, да, чего стоит с его застройкой частной. Насколько реально переломить эту всю ситуацию, сломать и сделать что-то новое, необычное? Или мы должны оставить все, что было, и строить новое вокруг? Смотрите, мы, безусловно, должны сохранять нашу историю, безусловно, должны сохранять тот замечательный исторический центр города, который у нас сохранился. Это уникальная омская история, потому что, если даже вы посмотрите на ближайшие к нам города, соседи, то далеко не везде удалось сохранить исторический центр. Во многом это, да, произошло, извините, из нашей бедности, да, у нас застройщик бизнес не застроил центр города, его удалось сохранить. Вот, но тем не менее, город должен меняться. Омск это, да, одна из историй, это по большому счету город, который, ну, в новейшей истории, да, возник как предаток нескольких заводов. И у нас появлялись наши крупные предприятия замечательные, вокруг них появлялись рабочие городки, и все эти городки, они слились в единый город. А сейчас у нас с вами ситуация меняется. Это даже мировая тенденция. Мы уходим от индустриального общества, мы приходим к более современным, к более эффективным производствам. Многие предприятия омские, наращивая объемы производства, при этом сокращают свои производственные площади и готовы их отдавать городу, а готовы отдавать их под его развитие. Та история, которая у нас сложилась сейчас с рабочими, жилыми, окраинами и активным деловым центром, она создает для нас с вами массу проблем. Это в первую очередь, конечно, маятниковая миграция, когда мы с вами каждое утро едем из спальных районов в центр, каждый вечер едем обратно. Вы знаете, там еще и хуже, ведь бывает перекрестная миграция, когда из одного района едут в этот, а из этого в этот. С этим вряд ли можно что-то поделать, только призывать быть более мобильными и стараться жить рядом с домом, рядом с работой или выбирать работу рядом с домом. Но, тем не менее, если у нас эта история перемешается еще больше, то проблем с транспортом станет меньше, потому что, если сегодня все равно основные потоки, мы это прекрасно видим на наших с вами мостах, утром едут с левого берега на правый, вечером едут с правого на левый берег. Если у нас этот поток миксируется, то, соответственно, и пробок станет меньше. Вы надеетесь на это? Или это какие-то подсчеты есть? На это, безусловно, есть расчеты. В рамках работы мы вместе с коллегами Сибирского автодорожного института проводили достаточно большие исследования. Мы проводили подсчеты трафика, подсчеты пассажиропотоков, идущих по городу. На основе этих данных составили математическую модель в программном комплексе. Посмотрели, синхронизировали ее с реальной ситуацией. И после этого уже при принятии каких-то планировочных решений в генеральном плане, опять же, проверяли через эту модель, что будет у нас с нашим трафиком, если мы в этом месте сделаем более плотную застройку, а в этом месте не будем делать. Каким образом это будет меняться? Поэтому, да, безусловно, эти данные подтверждены математической моделью, подтверждены нашими исследованиями. Очень важный момент. Я, наверное, про частную застройку потом к Маше вас адресую. Она является противником вот этих всех деревянных домиков, которые в центре расположены. Да и не сказать, чтобы я восхищался олиповатой красотой вот этих деревянных избушек. Но в данном случае меня больше волнует тот самый трафик, о котором вы говорите. Принципиально считается, что сколько не расширяй улицы, сколько не давай свободы автомобилисту, а из-за этого только увеличивается количество автомобилей, а трафик никак по этому поводу не улучшается. Смотрите, я бы немножко по-другому здесь задал вопрос. Мы зачастую, когда видим какую-то пробку, начинаем думать, ой, а что же у нас в этом месте не так? Это немножко неправильный подход. Не важно, где пробка, важно, откуда и куда едут у нас люди. То есть, ну, понятно, вот, например, наша замечательная улица Красный Путь, да, наверное, самый яркий городской пример. Дело в том, что город расположен, по сути, сейчас на оси. Маркса, Красный Путь, Мира. И любое передвижение, даже если вам нужно с Московки приехать в нефтяники, вы едете по Красному Пути. Можно расширить Красный Путь как угодно. Будем стоять не в два ряда, будем стоять в три ряда или в четыре ряда, но все равно будем стоять. Время передвижения из точки А в точку Б никак не изменится. Важно создавать параллельные возможности. Важно создавать, во-первых, параллельные возможности, чтобы мы могли поехать каким-то другим путем, более коротким. Здесь, например, вот мне не всегда верят, но прошу вас поверить мне, да. Например, строительство моста в районе рыбного рынка через реку Омь, по нашим расчетам, должно достаточно серьезно снизить трафик на улице Красный Путь. Хотя, казалось бы, где Красный Путь, а где эта объездная дорога. Но, тем не менее, туда может уйти достаточно большой объем трафика. И второе важное решение здесь – это не решать транспортные проблемы исключительно транспортными инструментами. Опять же, человек, он не просто так катается по улице, он едет с какой-то целью. Может быть, он едет, ну, чаще всего, да. Может быть, он едет на работу, может быть, он едет в кинотеатр, может быть, он везет ребенка в школу или в детский сад. Почему он это делает? Потому что рядом с тем местом, где он проживает, нет кинотеатра, или нет детского сада, нет школы, или, может быть, в этом месте нет, не знаю, хорошей парикмахерской, он тоже едет туда. Для этого нужно расширять возможности сервисов, расширять возможности развивать бизнес в тех местах, где живут люди. И, конечно же, наполнять их социальными объектами, школами и детскими садами. Эти решения, которые вроде бы никакого отношения не имеют к улицам, к дорогам и к транспорту, но напрямую влияют на ситуацию с трафиком. А в Советском Союзе подобное и пытались сделать? Ну, Советский Союз, безусловно, делал именно так, да, создавая закрытые, по сути, полностью обеспечивающие себя, по крайней мере, с точки социальной инфраструктуры микрорайоны, да, у нас были четкие, абсолютно расписанные регламенты, нормативы, сколько на каждый микрорайон должны быть детских садов, школ, магазинов хлеб, магазинов молоко и так далее. Их не могло быть ни больше, ни меньше. Но сегодня, обращу ваше внимание, что власть, берем все ее уровни, строит не больше 10% от того, что появляется в городе. Остальное строит бизнес, строит частник. И не всегда есть возможность законодательной стороны, со стороны нашего права, заставить или убедить частника строить то, что нам кажется необходимым. В первую очередь, это абсолютно нормально, строить то, что будет выгодно. Поэтому зачастую у нас не появляется каких-то объектов, необходимых нам в жилых, например, микрорайонах. Здесь я бы в очередной раз, да, у нас, по-моему, это уже было с вами, обратился к жителям более вдумчиво приобретать свое жилье. Ведь когда мы с вами покупаем автомобиль, мы изучаем его от и до, мы смотрим всех предыдущих владельцев, смотрим там сколы, царапины, двигатель, еще что-то. Зачастую, когда мы покупаем квартиру, мы смотрим, сколько там квадратных метров, ее интерьер, и на этом заканчиваем. Нам совершенно неинтересно, есть ли рядом школа, есть ли в ней свободные места, куда мы будем ходить в парикмахерскую, в магазин. А покупая жилье, мы покупаем не только квадратные метры, мы, по сути, покупаем весь тот сценарий жизни, которым будем пользоваться в дальнейшем. Слушайте, классно звучит, на самом деле. Я покупаю квартиру и сценарий своей дальнейшей жизни. Да, да, я согласен. Я согласен. То есть вы, приобретая жилье в том или ином месте, да, вы должны сразу понимать, а где будет стоять ваш автомобиль парковки, куда вы пойдете с ребенком гулять, куда вы пойдете за продуктами, как вы доберетесь из этого места на свою работу. Дождите, ну вот тут такое тогда замечание. Вот, собственно, такой генплан красивый и глянцевый вы издали специально еще и для бизнеса, правильно? Потому что я-то могу выбрать квартиру там, где мне надо, но там не будет всего того, всех тех парикмахерских магазинов, которые мне необходимы. А бизнес может посмотреть, да, сейчас вот ваше издание, верно? Это же у вас главная идея в этом была? Все верно. Кроме этого, издание у нас действует, и она находится в открытом доступе, интерактивная карта. Достаточно легко в любой поисковой системе, набив генеральный план Омск, вы попадаете на сайт, посвященный генеральному плану, где есть интерактивная карта, на которой вы можете посмотреть, планируется ли рядом, например, строительство школы, либо детского сада, планируется ли строительство, может быть, какой-то дороги, улицы, моста, где это будет расположено. Кроме этого, предприниматель или частное лицо, которому это интересно, может там же посмотреть, там есть два слоя, есть генеральный план, есть правила землепользования и застройки. Он может посмотреть, что, в принципе, на этой территории разрешено строить, а что, соответственно, нет. Это, например, важно, если вы хотите построить частный дом. Или, опять же, для предпринимателя, который может понять, можно ли ему в этом месте построить дом с магазином или нельзя. Там все это есть, достаточно доступно. Я призываю всех пользоваться этими источниками, этими материалами. В книге, да, описано то, каким мы видим развитие города. Впервые так вы сделали все это наглядно. Вы же даже какую-то премию получили за это издание, верно? Да, очень приятно, что вы об этом вспомнили. Буквально недавно мы получили премию «Архивразия» за лучшую книгу о городах. Вот золотой диплом, нам очень приятно. Мы вас поздравляем с этим событием. Спасибо большое. У меня вопрос. Почему бизнес сейчас не может размещать свои объекты в таких-то местах? Вот здесь тот же Амур, например. Неплохое достаточно место, населенное. Но там реально ничего практически нет. Какая-то там одна жалкая кофейня, где-то там рынок, какие-то магазинчики на заре. Не знаю, например, кинотеатра нет. Люди из Амура едут в кинотеатр в центр. Почему бы не построить там кинотеатр? Что мешает? Непонятно. Сегодня ничего, кроме, наверное, ну, каких-то взглядов предпринимателей, да, на рентабельность этого процесса. Действительно, то, что я могу отметить в нашей работе, да, вот вы хорошо вспомнили про Советский Союз, да, эта градостроительная школа, она только сейчас учится работать немножко по-другому. Ведь в Советском Союзе как было? У нас все решало государство. Вся земля была государственной, все строилось государственное, все магазины, все объекты были государственные. И, соответственно, государство могло для себя разработать конкретный план. Сколько оно, государство, построит квартир, магазинов, всего остального, и следовать строго ему. А сегодня у государства возможности значительно уже. Но зачастую, и это прослеживалось, например, в предыдущей версии правил землепользования и застройки Омска, мы все еще пытаемся идти вот тем советским путем, строго ограничивая, что вот на этом земельном участке можно построить только такой магазин, а на этом земельном участке только вот это, на этом только вот это. Бизнес, он быстрый, он гибкий, он так работать не может. Он не может подбирать, вот что у меня сегодня здесь, не знаю, магазин, да, я хочу завтра здесь открыть частный детский сад. Я смотрю в документацию, вижу, что нельзя, потому что это земельный участок для магазина. Мы сейчас эту ситуацию изменили. Здесь большое спасибо депутатам Омского городского совета, которые нас услышали, пошли навстречу, поддержали эти предложения. И у нас сейчас смешанное использование территорий. То есть практически в любом жилом микрорайоне можно строить все возможные сервисы, которые необходимы для жителей, будь то кинотеатры, магазины, детские сады или что-то иное. Я надеюсь, что предприниматели в обосримом будущем, в ближайшее время, увидят это и начнут реализовывать. Прежде чем, может быть, мы окунемся в то, каким будет Омск, я бы хотел еще один момент разъяснить для себя. Вот те современные микрогородки, которые возводятся в Омске, они как-то будут контролироваться с точки зрения вот этого генплана? Или выдается разрешение, и человек там строит то, что он считает необходимым? Поясню примером. Вот эти вот огромные массивы жилищные, которые появляются в Омске, мало того, что не имеют парковок, они еще и не имеют земли для того, чтобы туда пришел предприниматель. Фактически в центре Омска существует микрорайон, где один магазин продуктовый, друзья мои, его просто негде разместить. Там снимали квартиры и переоборудовали. Или все-таки это остается за шестой вашей компетенцией? Да, в центре Омска действительно есть микрорайон, который по плотности населения догнал Сингапур. Это небольшой, конечно, с точки зрения города участок, но тем не менее, один из самых плотно населенных территорий, наверное, даже не в городе, а можно говорить в стране, как один из примеров. Это, может, назовем мы его уже, да? Я бы здесь хотел пойти еще. Вот вы очень интересно отметили проблему про парковочные места. Давайте сразу договоримся, да, и не будем никого обманывать. Застройщик никогда ничего не строит за свой счет. Он всегда строит за счет будущих покупателей, да? Соответственно, застройщик, конечно, может построить рядом с домом многоэтажный гараж, да, например. Вот, значит, стоимость этого гаража будет заложена в стоимость каждого квадратного метра в этом доме. И есть у вас машина или нет у вас машины, вы будете за это платить. То же самое с парковочными местами. Да, это подешевле, конечно, чем многоэтажная парковка, но тем не менее. Город, который полностью застроен полями под автостоянки, это не очень красивый город. Да, зачастую у нас сейчас с вами проблема-то в другом на самом деле. Да, есть норматив, который застройщики в целом достаточно грамотно выполняют по обеспеченности парковочными местами. Другое дело, что у нас не так четко, не так подробно на сегодня прописаны требования к озеленению и к местам рекреации рядом с живыми домами. И, соответственно, застройщик, обезуясь выполнить четкий норматив по парковочному месту, делает это за счет каких-то других территорий. А то, что парковок меньше, чем хотелось бы, это то же самое, что с улицами и дорогами. Их никогда не будет столько, чтобы всем хватило. То есть все-таки мы должны сегодня вспоминать уже о том, опять к этому идти, что автомобиль все-таки роскошь, а не средство передвижения. И чем дальше, тем больше эта политика государственная, я думаю, будет усиливаться. Ну, посмотрим. На самом деле, я пока не представляю, как в Омске это можно реализовать. Ну, явно же, да, но не получается. Пока ни с метро не получается, ни с трамваем не получается. Общественный транспорт, ну, на пределе своих возможностей, насколько я понимаю, курсирует. Его не может быть больше, чем позволяют улицы. Ну, подождите, насчет трамваевка. Генплана в новом, по-моему, предусмотрено восстановление многих километров. Вот я и предлагаю сейчас окунуться и посмотреть, как вы представляете будущий Матыра. Во-первых, трамвай, это будет 120 километров. Да. А это нужно, это дорого? А, это необходимо. Это значительно дешевле, чем метро. Значительно, да. То есть это необходимо городу. Собственно, из этих 120 километров, которые вы говорите, большая часть — это восстановление той достаточно продуманной, эффективной сети, которая была построена у нас в городе еще в Советском Союзе. К сожалению, по ряду причин она была разрушена буквально совсем недавно. На моем году. Вот, там, 15 лет назад. Да, 20 лет назад. Да, те трамваи, которые сегодня ходят по городу, зачастую несовременные, неудобные. А за счет того, что трамвайная сеть разрушена, идут, в общем-то, там, где, в общем, никто и не ездит. Они особо не нужны, да, согласен. Они всегда пустые практически ходят. Все потому, что это элементы сети, которая раньше была в городе, да. Основных улиц трамвай убрали, соответственно, пассажиропоток туда просто не попадает. И трамвай ходит полупустой, со старыми вагонами, по старым рельсам, которые тоже необходимо менять. Внеуличный транспорт, ну, собственно, тот транспорт общественный, который не ходит по тем же улицам, что и ездят автомобили, да, это метро, это трамвай, это бывают выделенные линии автобуса, троллейбуса, он намного эффективнее, быстрее, чем транспорт уличный. Метрополитен, безусловно, самое эффективное средство общественного транспорта. Но метрополитен это и самое дорогое. При этом, ну, в реализации, в строительстве, в использовании. В обслуживании, да. В обслуживании, при этом хочу обратить внимание, что каждый город уникален. И у Омска есть своя уникальность. Омск не плотный город. У нас очень большая площадь, по которой расположены достаточно далеко друг от друга жилые и прочие кварталы. И у нас есть земля именно поверху, на которой можно провожить трамвай. Нам не нужно, как в Москве или в Петербурге, обязательно закапываться под землей. Потому что в тех городах, да, невозможно, просто больше негде. Ну, или эстакады строить. Или эстакады строить. У нас этой проблемы нет. У нас громадное количество неэффективно используемых земель на территории города. Восстановление этой трамвайной сети, оно не откусит у автомобилистов часть дороги? Не приведет ли это еще к каким-то пробкам? Либо она будет проложена так, что это не будет мешать основному трафику? Смотрите, мы максимально постарались провожить ее так, чтобы не откусило. Но местами, конечно же, откусило. При этом нужно понимать, что трамвай заберет на себя серьезный поток людей, которые ездят в общественном транспорте. Более того, и мировая практика это подтверждает, что чем качественнее становится общественный транспорт в городе, тем меньше людей начинает пользоваться личным автотранспортом. Даже, я скажу правильнее, не меньше людей, а реже. В какие-то поездки, может быть, недолгие, может быть, какие-то поездки, где вам не нужно везти к собой вещи. Люди начинают ездить общественным транспортом, потому что это, во-первых, всегда дешевле. Во-вторых, если транспорт удобный, комфортный, ездит по расписанию, и вы всегда знаете, что придя в 12-15 на остановку, вы сядете на нужный вам маршрут, вы поедете по нему, трамвай заберет на себя достаточно большое количество пассажиров. Значит, у нас в городе может стать меньше малогабаритных средств общественного транспорта. Это разгрузит дороги очень серьезно, потому что сейчас маршрутных автобусов в городе крайне много, и они несут загрузку трафика намного больше, чем те кусочки трамвая, которые отъедят улицы. Вот вы под кого копаете-то? Серьезное против вас лобби будет-то. Вы знаете, мы ни под кого не копаем, мы хотим, чтобы наш город стал лучше, чтобы он стал чище. Нет, на самом деле это все понятно. Вот с трамваями, мне кажется, да, вы очевидные вещи доказали. Помимо трамваев, мы все-таки должны понять, что как изменится среда, которая нас окружает. Я вот не понимаю, практически вы хотите создавать некие разрозненные центры, где люди будут замкнуты сами в себе. Они будут получать все в этом центре, но им не нужно будет общаться с другими уголками города. Не совсем так. Это то, о чем я говорил чуть раньше. Сегодня у нас действительно большинство общественных функций сконцентрированы в центре города. И мы с вами едем, как вы говорили, в кинотеатр из Амура в центр, потому что там его просто нет. Мы говорим о том, что в городе необходимо создавать локальные подцентры. То есть те места концентрации общественных, социальных сооружений, зданий, объектов, которых люди смогут посещать в пешей доступности или просто более близко. Это не значит, что они не будут общаться, не значит, что замкнутся в этих районах. Но я утрирую, конечно. Появятся дополнительные возможности. Появятся возможности пойти пешком прогуляться до того же кинотеатра из своего дома, а не ехать на автомобиле или на общественном транспорте в центр. Нужны те же парки, потому что, например, мы если с ребенком хотим погулять, мы едем с моей пятой северной. Это вроде как центр города все равно считается, но мы едем куда-нибудь. Тридцатилетие был КСМ-парк, сквер Дзержинского, нам некуда больше идти. Вот там привод, да, мы загружаем, мы в автобусе загружаем, и в трамвай. А теперь же в каждом районе будет свой парк, верно? Зеленый ризон продуман. Да, конечно. То есть одной из основных концепций генерального плана – это создание зеленого каркаса города. Еще хотелось бы транспортный вопрос задать. Я знаю, что планируется создание неких пересадочных хабов для людей, которые живут в районах, но работают в городе. Что из себя эти хабы представляют, как они будут работать? Да, вы совершенно правы. И это еще одно подтверждение тенденции. Сегодня мы видим это каждый год. Можно это увидеть по статистике открытой. Каждый год все больше и больше людей предпочитает жить в том, что называется ИЖС, то есть в своих домах. Естественно, многие из этих людей живут не в черте города Омска, а в Омском районе, в пригороде. При этом работают здесь. Мы предполагаем создание транспортно-пересадочных узлов на основных потоках из пригорода в город. То есть это площадки, где располагаются какие-то конечные остановки автобусов. Там же должны располагаться перехватывающие парковки. Там же могут располагаться какие-то пересадочные узлы с одного общественного транспорта, например, районного на городской. Для того, чтобы и этим людям было удобнее, и они меньше, опять же, загружали городские какие-то магистрали. Потому что зачастую, например, навык вождения автомобиля, полученный за городом, он не всегда подходит для городских условий. Я думаю, многие будут готовы оставить свой автомобиль на этой парковке. И дальше уже передвигаться по городу на общественном транспорте. Насколько, предвидите, будет воплощен этот план жизни? 50%? 80%? 100%? Все будет зависеть от того, как будет складываться наша жизнь. К сожалению, все непросто. К сожалению, утверждение генерального плана не значит, что его тут же начнут исполнять. Бюджетный процесс длителен, сложен. Но, тем не менее, мы уже сегодня видим и заинтересованность крупных федеральных застройщиков, которые пришли в город. И здесь, безусловно, главная заслуга – это заслуга администрации города по их привлечению. Ну, я думаю, и наш какой-то небольшой вклад есть в это. Это и постоянное увеличение сегодня вложений и федеральных, и региональных в строительство и улиц, и детских садов, и школ. Поэтому я в целом, ну, надеюсь, процентов на 80 лет через 20. Оптимистично. На самом деле для меня это приятно. Я-то рассчитывал, мне бы хватило и 50%. Мы начали с этой книги, потому что все, что здесь расписано для нашей будущей жизни, настолько привлекательно, что хочется жить в Омске, который скрывается под этой обложкой. Я на самом деле желаю, чтобы ваш труд не канул в туне и был воплощен в жизнь. Ну, а всем нам я желаю, чтобы мы жили в этом прекрасном, замечательном, солнечном, зеленом и удобном городе, который называется Омск. Всем удачи, берегите себя и хороших вам дней. Омск.